а доброго времени суток уважаемые любители шахмат с вами шахматный феникс и долгожданная седьмая партия а я вот помню помню что было много лесных отзывов по твоей игре в этой партии конкретно в этом турнире но и собственно мы приступаем попытаемся разобрать и разобрать ее поподробнее да дело о том что просили в комментариях некоторые участники нашей группы чтобы хотя бы одна партия была разобрана в старом формате а именно долгом и мучительным ну и разумеется я выбрал ту партию которую выиграл кто бы мог сомневаться крайне циничная и подло по отношению к своим соперникам самолюбия нет предела да вот соперник Даниэль Фридман то ли вторая то ли третья доска сборной Германии сейчас может быть уже даже первая потому что Аркадий Найдич перешел в федерацию Азербайджана достаточно сильный грандмейстер седьмой тур седьмая партия и разумеется конь в три первый ход то есть понимаешь Никит насколько убог этот дебют ты выигрываешь одну партию из ста против 2600 нет я конь в три против 2600 сыграл буквально две-три партии ну нет и не проиграл ни одной кстати так что скорее это тогда обратный вывод поехали да c5 тут такой момент дело в том что я достаточно нет не надо на втором на втором не надо не надо на моментах дело в том что как вы помните предыдущая партия закончилась довольно быстро ничью у меня было много времени подготовиться я долго и усердно забрил и думал что же я буду делать против основных ходов основных вариантов которые применяет Даниэль в частности вот он любит играть куньев шесть на Ж3 просто Д5 здесь получается обычный каталон и я забирался играть по так по рекомендации Ярослава Презента то есть тут ферзь С2 А6 А4 слон Д7 и ладья Д1 ну в общем это отдельная отдельный разговор я не буду сильно заострять внимание на этом варианте я думаю ты доволен этим да безусловно белый тут есть шанс на небольшой перевес риска практически никакого но и выиграть тяжело ну и так же он играет вот этот вот в симметричный вариант Ж6 тоже тут подготовил такую вот идею далеко не новую мне казалось довольно перспективное но черные тут могут чуть ли не фоксированную ничью сделать поэтому я был настроен вообще перед партией довольно скептически то есть я посмотрел два варианта я копал их довольно долго по сути ничего не нашел то есть в одном случае маленький перевес который я явно не выиграю против восходящего класса соперника будет ничья ну и вот эта позиция в которой тоже непонятно что делать тоже весьма вряд ли ничья и это в том случае если я не угадаю то есть угадаю наоборот если не угадаю то придется просто играть с первых ходов и на самом деле отчасти мне даже хотелось именно такого варианта это вот С5 ну играет он довольно редко подобным образом видимо хотелось как-то обыграть меня с минимум затраченных сил и без риска попасть на дебютную подготовку с ничьей какой-нибудь я не собрался делать ничью за дебютов мне хватило предыдущей партии но соперник об этом не знал так что поэтому такой вот более ну агрессивный ход я сам играю я беру черными чаще всего потому что не боюсь перехода в сицилианку по крайней мере знал что делать, да? да, на какую-то долю секунд ну я может несколько секунд просматривал здесь вариант прийти Е4 получилась бы сицилианка просто но довольно быстро его отбросил Ж3 С6 С4 на самом деле в тот момент мои познания в теории варианта были еще еще были скудными чем сейчас я почему-то думал что С4 это более точный ход чем С2 на самом деле большой разницы вообще нет потому что вот на С2 и Е5 все равно можно обойти в С4 а вот эта позиция после Е4 меня же С4 на самом деле плохая для черных опять же я не буду здесь останавливаться слишком подробно стоп Ж5 Ж5 конь в 5 а типа это нормально, да? да или что? если Д5 то С2 то есть успеваю напасть на этого коня в ответ и вот так я почему-то чего-то не допускать, хотя на самом деле С2 это более логичный ход но в большинстве случаев все приходит к этому и тому же то есть С4, Ж6, С2, С2, С7 конь С3 ну и вот тут вот очевидно эсмейстер Фрейдма собрался меня удивить ему это удалось но может быть не в той степени в которой хотелось бы ему, да, надеюсь? да, потому что ну цыгал коня в 6 ход очень редкий но так получилось, что когда-то я уже видел эту позицию у меня даже такое ощущение, что играл в Блиц и в тот раз я вот этот накат придумал с пешкой с H4 и H5 в этот раз мне уже не пришлось придумать я помню, что я так играл и вроде бы это было неплохо ну вот и об этом более подробно расскажу буквально через минуту пока скажу, что есть другие ходы понятно дело, кроме коня 6 основные это Е6 пожалуй, самый амбициозный такой-то называемый план Фишера ну, кому интересует этот план за черных я предлагаю посмотреть одну из старых партий против в Блиц Честкови против всего того же гроссмейстера Георга Майера еще из титулованного вторника там я получил довольно большой привет с черными но и в итоге шестерский интернет уже не в первый раз подвел играющего черными и партия закончилась просрочкой в владельнике 5 на 4 вот-вот а вы все на Россию жалуетесь да хорошо там, где нас нет ну вот а понятное дело, что Е6 это более амбициозный ход здесь два награя, мне кажется, уже микро неточности лучше играть Д3 и слон Ж5 а Д3 и слон Д2 или вообще Д4 даже есть ход но опять же не буду распространяться есть также ход ход на Ф6 но тут белые могут сыграть Д4 и получить структуру зажимом Баркс с СД-Кон Д4 но позиция требует отдельного рассмотрения но суть в том, что Даниэль Фридман мне кажется, не очень устраивала такая игра потому что все-таки ну считается, что если белых получше у них понятнее игра то есть они придавили поле от Д5 а потом постепенно начинают наращивать давление а вот что черным черным надо какую-то динамику постоянно идти а Фридман как раз и действует своим скажем так солидным стилем то есть без нужды он динамику не идет с другой стороны ход КН-Х6 сделанный в партии солидный стиль сочетаются не сильно да, ну бывает такое КН-Х6 скажу пару слов вообще об этом варианте дело в том, что черные могут вместо КН-Х6 играть Д6 и на 2-0 КН-Х6 это уже даже более разумная идея потому что на КН-Х4 уже теперь нет но у белых есть мне кажется очень интересная идея Д4 то есть казалось бы ставим пешку под 3 боя она проигрывается но на самом деле это не так то есть крайне мне кажется нестандартная тригра после ЦД белые просто бьют слоном на 6 сразу ну редко такого встреч чтобы за такого коня довольно давали слона еще и как бы с потерей темпа но белые просто отыгрывают пешку и вот эта позиция на самом деле сложнее чем кажется то есть я не убежден что есть черный полностью равнивать ну и наверно и кроме того вот этот вот трюк с Д4 слона 6 достаточно широко известен поэтому Фридман с рел коня 6 сразу да дело в том что здесь тоже есть ход Д4 но тут вот есть какие-то нюансы если не ошибаюсь первый угон может взять на Д4 если тут конь Д4 по аналогии с предыдущим вариантом то черный есть аж два варианта два способа получить неплохую позицию первый это конь Д4 сломает А6 и вот тут не сломает А6 а с Д4 из пресс-мобилка конь С2 помнишь мы недавно видели похожую идею в партии Нижмеддинова то есть черный конь прежде чем быть съеденным он вот еще ухудшает полицию белого ферзя ну и вот тут у белых немного лучше но это еще доказать нужно требует доказательства скажем так ну и кроме того есть другая идея намного более простая на конь Д4 просто можно пойти так прошу прощения здесь вот здесь вот можно сразу пойти секунду да CD конь Д4 и просто да и просто два ноля два ноля это накат наверное царя уже нет ну то есть опять конь под боем здесь слона 6 слон пета 6 играть не так хорошо потому что черный пешку еще на Д6 не поставили они будут как бы играть вокруг они будут игнорировать конь на Д4 эти пешки проторгать не будут и опять же там есть свои нюансы но мне не кажется что у белых есть перевес а если сделать казалось бы какой-то более логичный ход другой то вот тут сникает проблема с тем что черный фигурно придавили поля Д4 ну как вот можно сыграть белыми иногда структуры сожжима сыграет конь С2 то есть просто чтобы пункт Д5 придавить ну в том случае у черных стоит конь на Ф6 а здесь конь занимает пункт Ф5 и это может быть немного неприятно то есть его отсюда тяжело сбить если Е4 то всегда конь Д4 но опять же тут свои нюансы может у белых и есть шанс на перевес но мне всего этого не хотелось и к тому же я помнил что уже однажды применял вот этот накат H4 на любой путь на идее кажется что что-то в стиле моего напарника по данному видео на самом деле как ни странно скорее позиционно эта игра будет идти дело в том что условно если черные пасуют то есть если белые пасуют черные хотят поставить конь на Ф5 прихватить пуля Д4 то есть сделаем ход 2 0 конь Ф5 то есть основная идея белых с разным что провести Д4 получить структуру за ЖМ но он под 3 боя как-то не проведешь в такой позиции это означает что белые лишаются своей основной игры вот Кирилл какой бы ты здесь план за белых предложил план за белых да может Е3 а дальше Е3 ладей Е1 ну ладей Е1 Д6 предположим Ферзя куда-то выбросил может быть на может быть на Б3 там или не знаю там это все не выглядит убедительно если честно ну и где-то попытался провести на Д4 все да но здесь есть проблема в том что не хватает боев на Д4 но уже 4 предварительно значит 4 кстати не такой глупый ход как могло показаться то есть действительно подсеркнуть Шесть куда просто больше никуда его вести ну да ну сейчас наверное нужно защищать от пешки или да кстати пошел и полуход такой полуход он был не самый удачный но все равно А6 следующий ход Б5 понятно может быть А4 или А4 мы сдаем на Б4 ну еще одно поле отдаешь конкретная идея есть но мне не верится у белых может быть лучше скорее наоборот то есть смотря А4 про черного тоже пожестче сыграть Ж5 конь Ф7 конь на Ф7 хорошо стоит конь на Ф7 но там под салон Д5 где-то нет постоянно конь сюда пойдет потом Д3 провиснет пешка слабая мне кажется что у белых не очень хорошо ну ладно в общем мы отвлеклись суть в том что действительно Е3 выглядит логично но Д4 все равно не проведешь мне кажется что если до такого Д5 то лучше проводить этот план с А3 потом ладья Б4 и какая-то экспансия на ферзер фланге тоже верится трудом черные могут закончить развитие на Б4 отреть Д6 на Б5 всегда конь Д4 но не верится что тут белых много скорее всего вообще ничего нет поэтому А4 и нюанс в том что по сравнению с тем вариантом теперь на коне В5 белые сыграют А5 и понимаешь есть такое общее правило вот я вам сейчас покажу на примере другого фланга то есть не считаешь что оно будет полезным для меня я считаю что оно будет для всех полезным но я не знаю как его правильно показать хорошо смотря H4 они в 5 предположим белые по каким-то причинам не пошли H5 ну то есть H5 сильнее шхот но они почему-то его не сделаны пошли для цивы ну я хочу объяснить правило не мешай суть в том что я бы обсудил этот момент почему я бы это не сделал хорошо давай сделаем давай по другому рассмотрим D3 у них 5 его теперь H4 как чертам лучше всего защищаться H5 H5 не очень удачно потому что смотри ты отдавишь поле но отдал и а как ты вот сюда пока не прогонишь слоном а слоном он будет стоять на месте ну слона 6 же слона 6 поэтому ну он будет он стоит в 2 0 с ребенком ну выбил ну что он туда туда пришел как ты снова бы что туда прыгать а как ты коня туда проведешь через G7 и E6 ну как что в общем ты видишь это крайне неудобно теряется много времени позиции тоже очень много теряется зато решается проблема ну вот можно решить эту проблему менее радикально то есть наоборот более радикально но при этом разумно ответить H6 теперь на H5 просто G5 и вот такая фиксация структуры в целом в общем и целом когда белые не могут пожертвовать на G5 а это та позиция в которой они не могут пожертвовать на G5 никак скоро они отжертвуют хорошо если вы доверяете мнению Кирилла Шоркова так не играете ну смотри ферзь D2 и уже хотим отжертвовать так хорошо давай сделаем ферзь D2 ты играешь ну я не играю я просто предполагаю я понимаю что это убого что слона свою закрываем дальше ты жертвуешь ну нет уже конь защищен на F5 а и что дальше зачем тебе ферзь D2 но я думал там два боя на F5 и на G5 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 какая идея ну пошли как его ну ладно а сколько там ну давай на ну да сюда а куда еще да что это заход а это без ферзя да я понял да глупая идея ну в общем это фигура себя неоправда очевидно ну ладно ну ладно в общем если вы не хотите если вы точнее не боитесь вот этой вот этой вот шарльной фигуры бестолковой тогда лучше всего реагировать именно так на G5 и у черных комфортная позиция поэтому я играю H4 сразу теперь наконец G5 черные не могут пойти G5 потому что это ход под бой а если играть H6 то разумеется просто возьму и структура разрушается и разумеется все что я говорил последние 7 минут всем и так понятно это абсолютно очевидно и без моего довольно унылого объяснения ты согласен со мной? да 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 так что пора приступать к тому что произошло в партии H4 за черные не успевают поставить это волнорез поэтому просто играет D6 H5 с G4 то есть на самом деле очень логично но не исключено что подход с G4 является небольшой неточностью дело в том что черные очень были бы рады если я прояснил бы ситуацию на королевском фланге понимаешь почему? нет вот смотри если ты выбил бы да? да если я выбил выбил D3 то черные могут спокойно пойти к H5 и не боятся этого размера ну может быть это не совсем спокойно потому что там есть слон H8 слон H8 конь H2 ну то есть сначала что-нибудь сделают а потом сыграет конь F5 после этого этот размер по сути ничего не дает белым ну из общих отображений то есть здесь возможно есть конь H2 и у белых лучше а может и не лучше там слон H5 G4 конь H4 но это уже отдельный разговор наверное в сути лучше стоп мы же там выбьем на C6 ну да или слон H1 пойдем и слон слон пойман ну да то есть в данной ситуации конь F5 сразу не сыграешь но черные могут сделать какой-нибудь другой ход например например даже вот это выглядит противоестественно но даже слон F3 слон F3 конь F5 взяли взяли то есть у белых два слона но черные очень сильные кони оба идут на D4 слон H8 отличная фигура мне кажется у белых нет большого перевеса ну да согласен ну вот почему если я не снимаю напряжение то есть не бью на G6 мы играем в D3 как в партии предположим черные пришли кони F5 теперь белые просто толкнули пешку на G6 пешку по Каспару то есть Каспар утверждал что такое вот клин он всегда дает белым перевес потому что вот представь сейчас я буду красным цветом помечать все фигуры которые идут с доски ну да 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 чем дальше она у тебя продвинута тем легче тебе биться ленджпин это всем понятно ну да твоя далеко вот этих фигур нет твоя далеко раз на колокольчик я съел на 7 и провел ферзя я понял и это во многих во многих аншпелях вот эта вот идея она имеет значение это поэтому по нашим словам всем роликом вообще камбэком не камбэком всегда всем было понятно что если чужая далеко то не уходи в аншпель если твоя далеко уходи в аншпель нет камбэк это обычно не является главной темой ну ладно мы отвлекаемся д3 конь в 5 сыграла не было а ну и возможно я конечно должен был там сказать нам раньше возможно многих слушателей зрителей занимает вопрос почему я земнул пешку почему я отдаю на H5 у тебя есть ответки я бы от жертвы не думаю это хорошая идея в игре по минутке против второго разряда но против космейстера 2650 обычно работает не очень не очень да есть другие идеи другие идеи скажем так белая выигра вот форсирован моментально да ну та же идея вот может быть за g4 нет g4 конь g4 где нибудь когда нибудь не ну ты покажи где сейчас найдем ну вот это такой интерактив ты сейчас так же как и наши зрители думаешь так я не могу сначала выбить как нибудь на что нибудь напасть сюда да 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 дальше выбить пойти так так секунду слон h3 нет слон h3 слон h3 вообще не туда ну бессмысленно сейчас сейчас найдем но это должно быть легко да это не сложно я уверен что конь а6 это слон бит а6 это правильный ход да думаю ты уверен в этом потому что я его не вернул назад до сих пор нет нет ну идея связана с g4 ну и да и что тебе мешает пойти g4 ну то что возьмут ааа все понял все понятно генератор на g4 этот черный просто остается без слона ну или без другого слона если мне больше нравится чернопол в любом случае позиция легко выиграна то есть две фигуры две пешки за фигуру но это неважно то есть фигура в такой позиции намного сильнее ну вот поэтому а черные не могут в промежутке взять на f3 тут может даже слон g7 выигрывать но самый простой просто слон f3 слон защищен опять отличная фигура поэтому ааа слон h5 нельзя вот играть же аж можно теоретически но такой ход делать очень противно то есть тебе просто ну просто не буду реагировать на то что у меня съели пешку сыграя там с d2 по аналогии с партией вот я b1 а ты b4 что это серикон h2 надо рассматривать варианты мне кажется объективно ход жаж может быть одним из сильнейших но сделать его очень тяжело белковому шахматисту то есть поэтому жаж сыграна не было но как бы какие еще разумные идеи слон h5 нет жаж играть не хочет так у них 5 нет из аж 6 ну ну два ноля ракировать нельзя потому что там будет мат по линии аж поэтому просто ферзь d7 черный готовит три ноля я бы тогда пошел ладья b1 ну или а3 на самом деле оба хода ладья b1 а3 возможно но я очень доволен тем ходом который сделал в партии то есть это если не ошибаюсь даже не первая линия компьютера но мне очень понравилась как бы задумка скажем так я сыграл конь d5 по моему очень многофланово дело в том что ну всем известно что конь очень зелен в центре доски особенно когда это форпост форпост это то поле с которого коня невозможно сбить пешкой так а почему его сейчас нельзя здесь кажется что это я вот такие напрыги вбросы я их называю псевдо вот эти вот поля я называю псевдо форпостами потому что это вроде как не форпост черные всегда могут пойти e6 а вроде как и форпост потому что черные не могут пойти e6 очень долго из-за тактических особенностей позиции на e6 белые побеждают путем слова 6 да это понятно если так то лишняя фигура если так то без ферзя или без слона по желанию поэтому пока с этим конем тяжело бороться и понимаешь даже если черный сделает до ноля а потом пойдет e6 все равно я возьму и пойду коня f6 то есть этого коня сбросит отсюда тяжело кроме того конь уходит из-под боя слона казалось что за блюдовый аргумент неужели черный собираются взять этого коня отдать на него такого сильного слона но тут дело не в том что белый брец в размен а в том что белый сбросит ладья b1 а3 b4 потом b4 и если они сбросит b4 при коне c3 заверут коня поэтому иногда белые играют сначала с на d2 защищают коня потом ладья b1 а3 b4 проводят эту атаку а тут и конь ушел с подбоя и заодно он защищает поле b4 то есть когда белый сбросит b4 это будет уже не жертва то есть идей очень много по-моему ну вообще такой ход он очень неприятное воздействие на сперника оказывает но тут опять есть конкретный вопрос почему черный не могут взять словом на h5 давайте об этом подумаем да давай пару понедельников пару понедельников да теперь ну теперь фир стоит на d7 и собственно уже вот это отвлечение коня с а6 не работает может быть работает но в другой редакции пока ты рассуждаешь очень здраво гениально да да ну давай выбивать а на 6 а дальше будем думать мы так так с того обычно решаем да концы 7 нет отличение придумал но блин концы 7 не работает ну ты просто коня отдашь а снова заберешь потом да да и буду без пешек без двух да так сейчас что-нибудь придумаем тогда ну прям вопрос ну идея в том что может быть стоп а я никак не могу потом отвлечь чтобы но конь же всегда грозит судать с м ферзь не может оторваться от пункта д7 но он в группу пунктов сессии да флот пунктов сессии в этом году предположим но как вот это релик как это осуществить может быть сон так сон а что это же не работает на этой работе ну попробуй слон аштре куда идти опасно до 7 а и не работает но если я сухой тоже 4 не понятно идея правильная как как но все намного проще как это осуществить качество сбрасывать тоже не туда да или туда ну качество это опять находит компенсацию чуть сомнительно зачем это надо здесь белый выигрывает в один ход я вот не вижу упор может просто время пол второго да но если время пол второго они будут тебя учить дальше ход очень банальный же 4 так а в чем ну а как играть взяли кем слоном а слона без слона а ферзер не да да очень легко но там просто я смотрю зависала на ж2 ну и все так понятно мне казалось безусловно все не так понятно но ты не почему-то не рассматривал вот этот ход да со мной что и по моему у ферзя есть как сказать помягче ну проблемы а че нет ни одного хода да даже если оно было бы к концу 7 потом пришло бы ну что я не поверьте посвященщик ну вот поэтому то что делать нельзя и поэтому походе 5 возможно тут это не подумал очень долго ну и взял ход который можно было сделать очень быстро 3 0 потому что все на других идеях не видно в будущем да но здесь бы я тоже пошел в диабете вообще не думаю мне кажется во первых угробу ладью из под этого рентгена бешеного и все таки накат ну это правильный план я думаю и потому что другого плана не видно ну тут знаешь есть такая психологическая загвоздка понимаешь мы потратили уже два хода на то чтобы пойти h4 и h5 ну да согласен плюс мы уже не можем сюда ракировать ну это будет связано с трудностями и тут он ушел казалось бы все это ушло в никуда мы сделали все это все неправильно мы стали развиваться мы толкаем пешку h ничего не добиваемся король ушел и теперь мы начинаем толкать пешку b то есть это выглядит как бред сумасшедшего на самом деле у белых большой перерез видимо но так бывает понимаешь белый король не эээ рокирован черный король рокирован на самом деле черный король намного больше опасностей ну понятно потому что линия сейчас скроется причем сто процентов скроется и вот кто то кто то в нашей группе из тех людей кто смотрел эту партию вживую оставил очень хороший комментарий мне очень понравился в группе ну как раз комментарии вот к посту о данной партии я не помню все время кто именно был автор комментариев но заключался в том что именно поэтому один из дебютных принципов свершникова это безопасность а не рокировка то есть по моему очень тонкий комментарий которые имеется ввиду что безопасность и рокировка это далеко не синонимы хотя большинство автоматистов полагает именно так есть белый король не рокирован и не будет рокировать в ближайшее время черный король рокирован на самом деле белый король в безопасности на долгое время а черный король нет всем всегда вот лично мне всегда было понятно что чем больше фигурок и пешек около твоего короля тем и чем меньше фигур соперника тем больше король чувствует себя ну да только желательно еще при этом спёртый мат не получишь. Да, желательно. Да. Одной фигурой. Так, ну... Смотри, Кирилл, угадай, какой будет мой вопрос. Ну подумай, должен догадаться. Почему нельзя взять пешку? Почему нельзя взять на Аш-5? И Ваня в тебя верит. С третьего раза ты сможешь. Да всё то же самое. Ну расскажи. Ну, так же бьём на А6. И на слон бьёт А6? Ну, на слон бьёт А6 мы играем... Так, Ж4. На ферзь Ж4? На ферзь Ж4 мы... Вот так. Я уже начал читать ферзь А4, конь Е7. Это не работает, да, видимо? Ну, это слон А4, да, без ферзя просто. Да, почему ты не мог читать это раньше? Я не знаю, нет, такая перспективная идея была. У тебя уже начал бояться за тебя. Не, такая идея была перспективная. Смотри, ферзь А4, конь Е7, но... Как там мат не получить, объясняю? Да, совершенно невозможно. Ну всё, нормально. Да. В общем, последние пятнадцатые минуты тебе требовалось сказать три слова подряд. Слон А6, Ж4, слон А6, Ж3. Нет, я считал... Не, ну, кстати, мне понравилась там интересная идея. Да. Ну вот, поэтому брать на А5 нельзя, как неожиданно. Слоном. Но, вот опять же, Даниэль тут продавал довольно долго и не нашёл никакой удовлетворительной защиты от наката Пеш. Поэтому, мне кажется, что он принял совершенно верное с практической точки зрения решение. И справится, наконец, вот этой уже костью в горной. И побил же А6, испортил свою структуру, но Пеш, Пешка-то живая, и в будущем она начнёт, возможно, еще моего короля беспокоиться. А4, как это жертва, ну, она рассматривает такие моменты в будущем. Ну, ход белых, он, по-моему, предельно понятен. Б4. Ну да, да, да. Если бы такая возможность нарисовать стрелочку. Я бы очень сильно смеялся, если бы там пошёл бы он, например, А6. А6, был бы вообще... У тебя бы встречалось такое в классических партиях? Ну, как бы он пошёл? Ну, А6, например. А, не понял. А6. А, 6, извинянул бы фига, смысл? Ну, я понимаю, но всё-таки, по идее, такого ожидать довольно тяжело. А почему он вообще должен пойти А6? Ну, не знаю, тоже прорыв. Хараки или прорыв? Хорошо, и что было бы? Ну, кроме выигрыша, всё-таки. Да нет, ну, суть в том, что человек, посмотри, что ты... Играешь против 2637. И он просто в этой позиции ходит А6. И? Ну, у тебя было такое? Ну, хотя бы там... Ну, хорошо, не с 2637. С 2337. Нет, ну, у меня были партии, где я какую-то идею проводил. Я видел очень сильное возражение соперника. То есть, я думал над своим ходом минут 20. И всё равно понимал, что всё плохо. И сейчас меня будут наказывать. Я делал этот ход отчаяния. И через минуту соперник делал абсолютно другой ход. На другой части доски, проигрывающий тупой зевок. И это было далеко не раз. И наверняка люди, которые меня выигрывали, они прям я думали о том же самое. В некоторых партиях. Но это сложнее заметить. Понятное дело. Просто кому-то это понятная вещь, а кому-то не понятно. Ну да. Так, давай уже в течение получаса закончим хотя бы. Ну, пока у нас тяжело. Отнутрить партии. Ну вот. Причём не самый интересный. Далеко. Вот к тебе очередной вопрос. Что делать на ЦБ? Я бы недолго думая о 3 прошёл. Ладно, это сойдёт за ответ на троечку. Почему? На 3 же. Ну, просто можно под пешку взять. Ну, можно взять, но просто на А3 мы линии скрываем. Нет, я от тебя хотел вот чего опять. Я от тебя хотел, чтобы ты опять сказал... Всё, что мне от тебя отелось, сказать слона H6. Ага. Вот. В любой момент. Например, вот здесь слона H6. Просто кнопка 4, кнопка 4, слона H6. Всё, что тебе отелось, это сказать слона H6. Ну, идея такая же. Если просто возьмём то, что он с этой вилкой, конечно. Тут есть какая-то компенсация, но её маловато. А после слона H6, то есть у чёрных номинальные два слона, и они могут ещё выиграть пешку. Это всё не имеет никакого значения, потому что тут будет мат. Причём выстрел, да? Да. Мат в это содержится. Ну вот. Поэтому мать чёрные не могли. Ну, не 5, а, понимаешь, грозит БЦ, и там же Тверза 4, и всё это очень серьёзно. Поэтому решил вызвать кризис в позиции Даниэль. Сограл Е6. Какой бы ты сделал ход за белых? Б5? Ты же просто издеваешься надо мной. Ну, я не буду бить на А6. Хорошо. В общем, если у вас нет какой-то фобии и ненавистничества, когда он бьёт на А6, то надо делать его. Ну, то есть идея этого набора с КНД5 была, что всегда на А6 берём и берём вот эту вилку. Ну, непонятно. И вот тут какую-то долю секунды мне казалось, что я вообще чуть ли не выигрываю, из-за такого немножко бредового варианта. То есть я думал, что можно сыграть. То есть почему-то сыграл Ферзь Е7, это абсолютно правильное решение. Но в м-партии я ещё рассматривал Ферзь Е7, причём чуть ли не как основное. И вот тут вот... Сейчас мне уже довольно тяжело вспомнить. Ушло довольно много времени. Кажется... Кажется. Когда кажется, креститься надо. Я знал, что ты скажешь. Нет. КНЖ5. Нет, КНЖ5 не достаточно, видите, там было что-то лучшее. КНЖ5 мы знаем, что тебе в своей фигурке увели от короля подальше. И самое обидное, что не от своего. Так. Какой-то там трюк с жертвой был, кто должен меня, по-моему, очень найти это. Трюк с жертвой? Да. В5? Все в джерху. Нет, В5 мало что даёт. ВС. Давай спросим движок. Хорошо. Я вот точно помню, что есть, что-то есть, но сейчас уже голова отказывает. Прошу прощения за такую, самая слабая подготовку к записи этого видео. Почему ты думал, что вода хорошо помнит эту партию? В5? В чем же тут какой-то... Ой. Маленький трючок был. Водя бьёт А6 же, а? Ну и где? Это такое ощущение, что... Какой-то БЦ что-нибудь тут. Я думал, что это позиция выигранная, она действительно выигранная. Ну да, то есть, если человеку взяли ДЦ, то линия, как раз, нашу пользу. То есть, ну, по идее, надо брать, хотя бы страдать хоть за что-то. И вот тут вот, да, вот я как раз посчитал. Почему в промежутке нельзя на Д6? В смысле? Вот здесь в промежутке на Д6. Ну, ФЖ. А, типа, быстрее, да? Ну, мы там съедим ферзя, там тут съедят ферзя, потом... А, это мат. Жаш, ладья или ферзь, это мат. Потому что слон держит более Д2. Словно. Тем более. Ну, вот. То есть, надо поэтому брать на Д3. Как бы слон висит. А если сейчас взяли тут, то опять это очень все удачно скрылось. То есть, мы еще взяли тут, потом взяли ферзя 4, или просто взяли тут, и это выигранная позиция. Мало того, что пешки дрова, еще и король подходит. Поэтому... Надо брать слона. И вот тут вот, да, я как раз считал этот вариант, и потом ферзя 4. И, если честно, здесь я оборвал расчеты, подумал, что выиграно. Ну, вот, бешок пишет, что после ладья до 7 еще требует доказательства. Ну, в любом случае, у белых очень сильная атака и защищаться противно. Ох, ты посмотрел, твой божественный галактический ресурс. Только компьютер может такое видеть. Ну. Какой бы ты ход здесь делал в этой позиции? Ну, конечно, ладья А6-7. Это же совершенно очевидно. Ну, стоп, по-честному. То есть, мы даем тот мат, а тут мы отдаем ладью на другом фланге. Ну, идея-то понятна. Если взяли, то... Понимаешь, у нас ферзь проскочил. Я понял, да. То есть, ладья А6-8 можно было к альце 7 пойти. А то взяли-взяли, и поле не бито. Ну, очень красиво. Так что я даже не жалю, что я движок включил на самом деле. Ну, как человек так хорошо найти быстро? По-моему, никак. Почему компьютеры так сильно играют шарху? Потому что люди их создали. И что? Скайнет? Да. Ну, выключай. Ну, вот. А просто я... Ферзь С7. А, к сожалению, трюк не настолько эффективен. Потому что, вот смотри, в варианте, он же 4. Ну, или сразу БЦ. В общем, суть в том, что... Тут нет никакого трюка, потому что... Черные просто играют слона, и мы не можем брать на С6. К сожалению. То есть, мы возьмем, и черные возьмут ферзьом. Нет, ну, ферзь за 4 нет, вообще никого атаки нет. Наши 1-10. Поэтому это все не работает. Надо играть БЦ. Скрывается. Да, и вот тут, мне кажется, вообще очень симпатичный нюанс. То есть, белые фигуры довольно неожиданно... Черные сейчас начнут нападать на белые фигуры. Белые фигуры разбегаются, прям как раз вовремя. Опять же, тут был ход ДЦ, но это в некоторой степени, что ли, путь наименьшего сопротивления. То есть, просто взяли, взяли, взяли. Белых очень сильно атака, пункт Б7 не держится на перспективу. То есть, черные могут убрать пешку с пункта Б7, но по сути это ничего не меняет. Но ферзь выскочил. Да, ну, то есть, даже... Тут, может, какой-то мат есть, но даже просто она убрали. То есть, ну, все, видно, что очень тяжело. А там ферзь за 6, А4, А5 накат. Ну, крайне неприятная позиция. Поэтому... Даниэль совершенно правильно согласил с ЛГ7. Достаточно тонкий ход, кстати. И вот тут вот... Пытался заставить работать всякие бредовые жертвы. Но в итоге я сказал, что это все... Или не работает, или просто не нужно. Но мне кажется, очень такой... Эстетически забавный тут есть нюанс. Дело в том, что, смотри, если ЦД, ну, кажется, логичный ход, то просто шаг в промежутке и конь потерялся. Правильно? Да-да-да, я это смотрел. Поэтому надо что-то делать. Конь Е4 ход давал перелец, но он далеко не самый простой. Самый простой тут такой вот... Не, у нас конь же 4, АЖ. Мне кажется, что он... Нас сейчас возьмет пешку и конь под бой. Но вот ЦД... И опять это выглядит как зевок, потому что ферзь за 5 шаг и за двойной удар. Ну, вот неожиданно конь закрывается. Это тоже я видел. Да, и ничего не сделаешь. То есть, с ЦД можно просто выбить Ц6. Кстати, вот нет. Помню, что меня беспокоил вот этот вариант. И я потратил минуты 2-3 на то, чтобы разобраться с ним. По-моему, тоже очень красиво. То есть, ЦД, ферзи 5, конь Д2. Казалось бы, у белых лишняя материала атака, но вот от этой связки довольно тяжело избавиться. Какой бы ты бы ход сделал за белых? Ну, не знаю. Ферзи 2. Ну, тогда он Д4. Ну, или сразу. Я просто стал Д6, но, понимаешь, в следующем ходе мы будем с Т2, и мы поменяем ферзей. А без ферзей, при равном материале, у белых расстанется перерез за счет слона, но хочется все-таки оставить ферзей мат дать, правильно? Согласен. Ну, логично, по-моему. Тут есть более сильный ресурс, довольно тонкий. Я считаю, Ладзя Бесси. Ладзя Бесси мне не получается. Это надо смотреть, но тут не получается. То есть шахпы, все-таки, 4. Да, согласен. А солнце, да, тоже солнце, 3, тоже солнце, 3, тоже солнце, 4. Солнце, 3, тоже защищает, на 4. Кстати, мы так не знаем. Может, и по-другому. По-другому? Да. С начнем со Солнца, 6. Ну, предположим, бацин. Я так. Д7. Не, Д7 не работает. Для работы. Нет. Ну, и ферзь, не знаю, ферзь Б3 так же. Ну, да, это, скорее всего, работа. На мой взгляд, это немножко неверное исполнение. Наверное, все, достаточно. Ну, слон, Д2, как играешь? Ну, отхожу на... На, наверное, Д1. Ну, да, и... Ну, так. Ну, и полезли. Жаль. А, там мат уж. Да, значит, взяли. Ну, и вот я не верю, что в этой позиции ничего нет. Мне кажется, ты непрактично поступаешь. То есть, идея правильная. Может быть, здесь есть какой-то мат. Может быть, и нет. Но, намного точнее, вот то, что я планировал. Я бы начал с Т5. С Т5? Ну, я и это там, в той позиции, которая была на доске. А, там, ну, я не верю, что там есть мат сразу схожу. Ну, давай, не будем. На цикле отценились вот Ферзь Б3. А слону Д2 сразу, король Д1. То есть, все то же самое, только мы слону на конях пока не поменяли. И что делать черный? Ферзь Б6. Ферзь Б6 тогда просто совершенно безнадежная ничп. Да, ладно, хорошо, спасли слона. Лишняя пешка, ну и... Да. Слона спасли. То есть, каким образом? Мат висит. Никак. Если слон Б4, тогда вот теперь мы бьем. Теперь мы бьем, 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 бьем. И, казалось бы, это практически равный анчпель. На самом деле, это абсолютно неравный анчпель. Он, наверное, безнадежный у черных, попросту говоря. То есть, король Ц2, вторая ладья пошла, и черные ничего не могут сделать. И настолько ужасная структура, плохие ладья. Я думаю, что это просто, в этой позиции можно практически задаться. Хорошо, давай дальше. То есть, в этой вереется с трудом, и я тоже потратил время на то, чтобы оценить это получше. Мне кажется, что просто надо сдаться. Согласен? Ну... Ну да, ну... Никак не откупиться, наверное, да, то есть... То есть, просто ладьи заходят. У него настолько... Вот эта вот ладья ужасно стоит, что непонятно, что делать. И хоть это... То есть, Ц5, ладья В5, уже зависла пешка. А материалы поровну. Сейчас белые начнут урожай собирать. Слабость. Сейчас я их помечу. Слабость, 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 слабость. У белых одна слабость. Согласен. Ну да. То есть, такая вот трансформация перереза, по-моему, очень интересная. Поэтому, условно, Б4 идет. Есть идея Конь, Б4. Но туда самое простое, просто А3. Перечеркнем все те же самые проблемы. Вот. Опять же, если на Д7, то взяли. И мат на Б8. Да. И... Вот, собственно, я забыл сказать это. Это очевидно. Но все-таки надо сказать, что... Почему именно надо начинать с ФСБ3, а не слонцы 6. Здесь на К2-7 мы же просто бьем. Потом съедаем коня. А в том варианте ты уже поменял этого коня, понимаешь? Бесплатно. Вот в этом разница, да. Ну и тут у белых легко варить. То есть, слонцы 3 не опасны. Поэтому надо брать на Д6. Конь просто уходит на Д2. Черный проявляется на уридей. Белых, прошу прощения. Но такую позицию я бы играл исключительно для белых. Да, но... Если честно, я думал, что при правильной игре это уже техническая позиция. То есть, от белых требуется только ничего не зимнуть. Им получится мат. С практической точки зрения это, наверное, действительно так. Но компьютер, может, и смог бы защищаться за черный. И, кстати, вот тут Даниэль начал играть очень сильно. Находить далеко не очевидные ходы, которые позволяли продлить сопротивление. Но первый ход, оказывается, на их и несложно. Белые хотят пойти Ц5 и конь Ц4. А когда конь придет на Д6, надо будет уже, ну... Как бы это сказать? Он будет идти за кофе. Да. За кофе. Я бы пошел не за кофе. Зачем они были ограничительны? Ну, я думаю, что и он тоже после партии пошел далеко не за кофе. Вот. Деда Синь. И какой бы ты выход здесь сделал за белых? Ну, я бы не Король Ф1. Ну, хорошо. Здесь уже видно, что я пошел в белых Ф1. Это первая линия. Я бы пошел не за кофе. Ну, не знаю, что сильнее еще год. А4. А с какой день? Нет, нет. Нет, стоп. А4 мы отняли, это понял. Сейчас я подумаю. Я бы... А почему мы не можем на Ц5 повести коня? Лишний был бы... Ну, то есть, да, через Б3 повел бы коня на Ц5. Да, есть такой вариант. Все-таки на Б7 там... Да, это была вторая линия компьютера. Тоже существенный период сдавала. Мне сейчас будет тяжеловато защищаться. Твоих этих на паны. Б6 может? Или это вообще по белым полям? Ужас. Да, подозрительно сильный ход. Может, я с Б6. ФБ6. Так под рентген не боишься, вообще? Ну, а докажи. Ну, понятно. Но давай вот не будем сейчас доказывать время 2 часа ночи. Хорошо, суть в том, что... Запись уже идет часа, а мы даже до полпартии не... Полпартии посмотрели. Да, и я сделаю минутный перерыв лично. Ты расскажешь, чтобы быть дальше. Хорошо, да, я только вот скажу одну штуку, ты должен ее слышать. Белые хотят получить такую расстановку. Как ее получить? Ну, что, ферзя туда выкинуть, потом конь, а логично? Вот в этом и нюанс. Ферзи 4 это самый естественный ход, но здесь он С3. А, и не уже не удалось, да? Да. Именно поэтому надо куда-то девать короля. Теперь вопрос, почему король F1, а не 2 ноля? Ну, чтобы воде играло. И как она играет? Ну, по линии включится. Мне кажется, что скорее просто 2 ноля, а не играет, тут все, что я потом сдвоили, и не было. По 5-е на быстрее включится. По 5-е на не включится никогда, понимаешь, как ты поддержка, 5 всегда будет. Всегда будет, 5. И лодиас забито просто на метр, понимаешь, чем нравится. Зато мы сходили лодиаш 1, и мы вынудили ослабление пункта Е6. Да, там у меня собаки уже кого-то доедают тем временем, но в любом случае это не мое дело. Ну, ослабление мы вынудили, но мне кажется, это скорее так чисто формальное ослабление. Ну, как бы, ну, пешка на Е6 не защита, и что дальше? Как ты собираешься? Ковырять? Да. Ну, как-нибудь расковыряю. Меня вот смущает то, что лодиа очень-очень глупо, однажды, просто кошмарно. Поэтому лодиа играет после 2 ноля как раз. Но у хода 2 ноля есть другой недостаток, какой? Короля начнут пинать, аж 4. Да, тогда вот большой недостаток. Лодиа, она... Лодиа стоит очень глупо, она никогда не подключится в атаку. Ход с королем 1-го было очень тяжелое решение, то есть я минут 15 потратил. Лодиа для нашей атаки мертва навсегда, она никогда не подключится. Но лодиа хороша тем, что когда черные проведут аж 5-4, а это их единственный план, мы еще одну атакующую фигуру черных выменяем за эту лодью. Будет легче защититься от мата нашему королю. Мне кажется, это сиденья на очкидение правильный ход. Черные срали в 5, и ты можешь делать прерыв здесь. Да, да, да. Так мы вообще на паузу нажмем. Ну, давай на паузу. Да. А может, ущербовик на две части разделить? Какой-то у нас ролик больше похож на серьезный шахматный роман, на какие-то... Час номера один закончен. Пьяные посиделки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...